С нами на связи Андрей Сидельников, политик-лидер международного движения «Говорите громче». Андрей, здравствуйте, как всегда, вам рады в нашем эфире. Доброе утро. Добрый день. Я бы вернулся к теме питания. Да, в принципе, такая тема, довольно специфическая, с одной стороны. Напомню, что поднимаются цены на питание для детей в школах. Не касается это определенных таких вот, давайте так, детей, разгвардейцев, военнослужащих, добровольцев СВО, так называемой, то есть людей, которые непосредственно ведут неспровоцированную войну против Украины со стороны российско-оккупационных войск. И со стороны человека, никоим образом не принадлежащего к российской армии, который вводит своего ребенка в школу, не складывается вот такое впечатление, что на нем отыгрываются, ну, скажем так, но, тем не менее, есть люди, определенная такая каста, которую трогать нельзя. Не создает ли это определенного, не то чтобы быть, диссонанса, но такого раздора в обществе, что ли, по-другому не скажешь? Ну, вообще, с советских времен, вот эта такая дележка, там, по спецспайкам, напомню, было в Советском Союзе, то были заказы, так называемые, когда прегрегированная каста разных уровней, причем она была, она была не только там высшее сословие, но и, в общем-то, показывалось, что все равно людей выделяли, выделяли как бы равных и равнее других. Поэтому сейчас, видимо, то же самое происходит, и, скорее всего, вот в данный момент еще не наступила вот эта вот такая вот показуха, потому что, ну, в общем-то, не так много все-таки времени прошло. Ну, а с другой стороны, как бы, в общем-то, повторение вот этого советского периода, вообще, в принципе, все, что делает на сегодняшний день путинский режим, ну, с учетом нового просто технологий, это повторение всего старого, все было, что вот это худшее в Советском Союзе. Поэтому здесь они совершенно не способны на какие-то креативы, на какие-то нововведения. Им легче переписать речь, например, Гитлера для Путина, да, им легче заимствовать что-то из прошлого. И, в общем-то, почему, если они считают, что тогда это работало, почему сейчас это не сработает? Ну, время, конечно, изменилось, а с другой стороны, люди, наверное, остались с прежними, вот это вот расслоение и, в общем-то, недоверие друг к другу сегодня культивируется. Поэтому показывает власть, что, да, вот эти люди сегодня привилегированы, сегодня якобы хорошо быть мобилизованным, необходимо, люди получают якобы, опять-таки, какие-то преференции. То есть нужно показать, что вам нужно быть таким же, нужно всем быть одинаковыми. Вот как мы сказали, нужно ходить в строем, и тогда якобы у вас все будет. Ну, абстрагируем, даже от этого вспомнить последний сюжет про шубы, да, когда раздали шубы, пока сделали сюжеты, а потом все собрали. То есть, опять-таки, то, что шубы отобрали, узнало намного меньше людей, чем тот сюжет, который зашелся по всему, в общем, по всей России. Опередили вы меня, Андрей, вот, да, воевать против суверенного государства, мобилизоваться на войну против суверенного государства и многое другое. Получается, теперь в России это почетно. Но это играет на кого? На самих родителей непосредственно? Либо это такая бомба замедленного действия? Я, потом ребенок, когда-то будет вспоминать, что вот так было у моего одноклассника, у меня вот так было, соответственно. Ну, определенные все-таки моменты с детства такие остаются, которые выстраивают потом отношения к таким вещам, ну, к примеру, как армия. Как вы расцениваете это? Ну, мне, не знаю, к сожалению, наверное, этот ребенок, у которого подобные родители, которые стали фашистами, ему будет много чего вспоминать. Явно у него повернется в полиэтиленовом пакете, как потом, когда вас поменяется, отберут все вот эти льготы. И, по большому счету, те родители, о которых мы сейчас говорим, про эти детей, сломали детям жизнь по полной программе. Эти дети теперь, в общем-то, будут в дальнейшем, ну, если не изгоями, то, конечно же, будут выделяться так или иначе. И виноват в этом Путин, путинский режим фашистский, виноват в этом эти родители, которые решили сыграть в очередной раз с государством и стать фашистами за определенные финансовые и не только финансовые дополнения к своему бюджету. Поэтому это мелочь, о чем мы сейчас говорим, для этих детей. Эти дети действительно обречены быть изгоями, потому что они растут в фашистских семьях. Ну, Андрей, скажите, вот, а как нам, знаете, вот, можно ли проследить какое-то, я не знаю, там, влияние на умы большинства россиян? Мы не гребем всех, там, извините, под одну гребенку за тавтологию, но все же, да, вот. Но если вот, там, я живу, у меня есть дети, да, я там считаю, что политика это вот где-то далеко, отдельно. Ну, большинство подход. Сиди тихо, и тебя не тронут. Да, вот такой подход. Ну, детки там чуть меньше кушают, чуть больше я плачу, но в целом как-то терпимо. Или есть, в принципе, вот какой-то предел, который, знаете, вот, поспособствует тому, что вот это понимание, что на самом деле происходит, как-то, знаете, вот на 180 градусов сможет перевернуться и как-то, знаете, к чему-то привести, хотя бы к пониманию определенных вещей? Нет, понимание приведет обязательно, на самом деле, здесь от этого тоже никуда не уйти. И если люди не совершали ни подлости, ни преступлений, ни были пособниками этого режима, это таких большинство, да, они молчат, да, они запуганы, да, они не в состоянии сказать нет тому произволу. И, в общем-то, ну, вот этому фашизму, который разворачивается не только в России, а уже и перешел в Украину, мы видим геноцид украинской нации, да. Конечно, понимание, понимание сейчас тоже. Здесь тоже нужно понимать, что, в общем-то, люди, они же не идиоты. При всем при том, что действительно запуганная и пропаганда 23 года уже мозги промывает по полной программе, люди многое все понимают. Но пока молчат. Придет время, и они, в общем-то, увидя на примерах других, да, в общем-то, тоже перестанут молчать. Но это время еще не пришло. Как вы считаете, Андрей, в целом, давайте так, вот если говорить об определенных ужимках, да, так это назовем, которые чувствуют, там, знаешь, высший класс, так называемые российские олигархи, да, вот эти путинские толстосумы, ну, вот и простой народ, не люблю так обобщать, но все же, да, то вот как вы считаете, вот эти ужимки, да, кого подтолкнут к какой-то смене позиции выступать не просто молчаливо, не соглашаясь, а делать какие-то движения? Все-таки эту историю стоит заводить на так называемых олигархов? Ну, олигархы виновны уже априори. Они часть этого режима много лет. Они, что бы ни говорили, что бы ни делали сейчас, как бы ни переворачивались и как бы ни представляли себя, что якобы они ничего не могли, они ничего не знали, они ни на что не влияют, это просто ложь. За столько лет они почему-то смогли бы влиять на претенции для своего бизнеса, для своего кармана, и когда нужно было, у каждого олигарха были специально обученные люди, которые взаимодействовали и сотрудничали с этой властью. Например, Альфа-групп, которой занимался Петр Авин всегда политическими вопросами и взаимодействием с органами власти, каждая структура, каждый олигарх, были целые команды, которые это делали. Поэтому они часть этой системы, они, безусловно, не каждый из них является там кровавым убийцей, но при всем при этом они в курсе и знали, куда идет, как развивается, как необходимо взаимодействовать с властью, что нужно сделать для власти имущества, чтобы получить для себя преференции. Все это они понимали и знали, и очень хорошо пользовались на протяжении долгих десятилетий. Сегодня они виновны все в том, что случилось и то, что происходит. Поэтому олигархически вот этот класс, их не так много, по большому счету, в стране, на 145 миллионов. Здесь, в общем-то, действительно, это капля в море. Но так или иначе, это основные виновники произошедшей войны. И, в общем-то, мы видим, и сегодня получают достаточно финансовых преференций от того, что происходит за счет своего имущества, заводов и своей активности. Поэтому, в общем-то, здесь с олигархами все ясно. Другое дело средний класс, да, и люди, которые сегодня в бизнесе платят налоги, и налоги идут на... Это обычные люди. Обычные люди здесь, собственно, мало что сделать. Ну, кроме как взять вилы. Кроме как взять вилы и пойти в мир. И это будет дальнейшим. — Небольшие проблемы и со связью, тем не менее, ваш месседж понятен. Я добавлю, сказали небольшое количество олигархов. Их-то немного, да, но какое огромное количество финансов, условно, в своих руках они держат, какой процент экономики Российской Федерации. — Как иначе. — И как они зарабатывают, как тот же Лисин, владеющий компанией «Волжское пароходство», с помощью танкеров которых российская нефть каким-то образом, волшебным, наверное, попадает в страны Европейского Союза через третьих поставщиков. Ну, это магия такая происходит путинского режима. Спасибо вам большое, Андрей. Я напомню, что Андрей Сидельников был с нами на связи. Политик, лидер международного движения. Говорите громче. Говорите громче. Говорите громче. Говорите громче. Говорите громче.